друзья всем привет прислали минут ночью текст в телеграме большое спасибо подписчику я не смог уснуть у меня в голове соединилась несоединяемое сейчас вы тоже немножко офигеете буквально несколько дней назад я выпустил ролик который называется новое время века от глобалистов где я рассказал о статье вашингтон пост 100 летней давности где перечислялись те же самые страшилки которыми нас сейчас пугают о глобальном потеплении там речь шла о событиях 100 летней давности а сейчас мы окунемся в историю еще на 100 лет глубже то есть и речь пойдет о событиях 200 летней давности в том ролике я говорил о том что достаточно четырех поколений по 25 лет то есть 100 лет чтобы все забыли что происходило тогда и можно это же самое с нами прокручивать по новой но есть такая тема что написано пером не вырубишь топором и вот сейчас я вам процитирую кое-что написанное больше ста лет назад вернее о том что происходило 200 лет назад но перед этим еще я хотел бы вас адресовать к такому политику экономисту не все к нему положительно относятся но тем не менее есть михаил делягин я его постоянно смотрю и вот у него в телеграм-канале вышел такой пост короткое видео где он дал такой короткий комментарий коды вот эти которые сейчас собираются вводить это как он пишет про госпереворот если кто не понял еще это не вивисекция это подготовка свержения какой-никакой но как многие полагают законной власти интересно кто-нибудь этих мурашек и гинсбургов защищать будет казалось бы причем здесь госпереворот когда речь идет о совсем других вещах о здравоохранении вроде как ну и теперь мы подошли к тексту где вот все то о чем я сказал и глобальное потепление и предположение михаила делягина соединяется воедино в тех событиях которые происходили 200 лет назад уже разошелся по социальным сетям этот материал но я вам процитирую из те джорнала есть такой сайт вот вчера евгений ковалев написал все новое это хорошо забытое старое любопытный отрывок из романа эпопеи писателя с н сергеева ценского 1875 1958 годы жизни севастопольская страда в части 3 главы 7 казнокрады недавно путин говорил о том что он читал там ильина бердяева по моему но вот стоило бы почитать еще и казнокрады российского и советского писателя сергеева ценского в 1828 году внимание в севастополе тоже знаковый город чумы не было а мероприятие которые нам сейчас собираются как раз до 1 июня 22 года вводить был ну вы прочитаете я думаю на экране видите да о чем речь идет для профилактики в 1829 году чумы все так же не было но вот этот вот режим был ужесточен каждый кто хотел выехать из города или въехать в него должен был просидеть в полной изоляции от 14 до 19 дней народ перестал ездить возникли перебои со снабжением на борьбу с самым модным на тот момент заболеванием были выделены деньги из царской казны в результате чиновники закупали у своих поставщиков за откаты продовольствия по завышенным ценам а горожанам отдавали самое худшее я вот знаете дорогие друзья вот как будто вижу членов международной организованной преступной группы в начале 19 века которые занимались расхищением государственных бюджетов так как тогда на тот момент модное заболевание оно также прошлось по всей европе и вот знаете сидят такие члены о пг международной и между собой говорят о я придумал интересную схему расхищения государственной казны ты ганс делаешь это в германии ты джон делаешь то же самое в англии а ты там петр там неважно какое имя и уан какой нибудь делаешь это в россии где-нибудь они собрались подобие как например на саммите в глазго недавно климатическом и между собой при закрытых дверях решили воспользоваться вот таким способом расхищение государственной казны это конечно мое предположение моей фантазии но вернемся к отрывку из романа казнокрады естественно в продолжении этого праздника были заинтересованы все кто наживался на модном в то время заболевание в первую очередь чиновники и врачи все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать чумными писал служивший в то время в севастополе контр-адмирал сальти адмирал грейк свидетельствовал в течение пяти месяцев люди не слышали чтобы болели и умирали естественной смертью а кто бы не заболел в командах или на дому объявлялись за чуму всех заболевших свозили в бараки на павловский мысок где они содержались в таких условиях что быстро умирали в беднейших районах города применялась дезинфекция хлором то есть горожан еще и подтравливали при этом дезинфекторы получали два с половиной рубля в сутки 75 рублей в месяц при условии ежедневной работы на тот момент это огромный день карантинные комиссары по 5 рублей главврач и инспектор карантина по 10 рублей в сутки начальное жалование обычного военного врача в то время составляла 171 рубль в год для повышения заболеваемости доктор доктора устраивали жителям морские купания в холодной воде в итоге в июне 1930 года жители беднейших районов города не выдержали и восстали гарнизон встал на сторону восставших губернатора его чиновников и врачей толпа растерзала восстание быстро подавили но модное заболевание в севастополе по удивительному совпадению сразу прекратилось конечно технологии управления широкими народными массами их настроениями были еще в зачаточном состоянии поэтому исход оказался достаточно предсказуем а вот ежели бы например попутно ежедневно расклеивали на афишных тумбах чумные бюллетени со страшными графиками и не менее страшными а лучше еще страшнее цифрами и через статских адюкт инфлюенсеров вещали о необходимости сгладить кривую в госпиталях и лазаретах то глядишь и сидели все тихонечко а чиновники с губернатором остались бы живы здоровы и при деньгах ну еще одна статья на сайте новости севастополя которая была опубликована 3 июня 2014 года история 3 июня 1830 года в севастополе произошел чумной бунт его причиной стали строгие карантинные меры предпринятые севастопольскими властями с 1828 в связи с эпидемием чумы на юге россии все движение из города в город происходило через специально устроенные заставы летом 1829 года к режим был ужесточен каждый проезжающий должен был содержаться две-три недели в карантинной зоне все подозрительные больные в городе подлежали изоляции продовольственное снабжение оказалось монополизированным карантинными чиновниками что способствовало большему количеству злоупотреблений в городе быстро возник дефицит продовольствия резко повысился уровень заболеваний ситуация в севастополе обострилась настолько что из петербурга была прислана комиссия для расследования ситуации расследование обнаружила массовое злоупотребление однако из петербурга поступило распоряжение прекратить всякие расследования деятельности интендантов в марте 1830 года карантин был ужесточен и жителям запретили покидать дома запрет был снят в мае но в наиболее бедной корабельной слободе карантин был продлен по севастополю поползли слухи что народ сознательно морит начальство и врачи доведенные до отчаяния жители готовились к вооруженному отпору были сформированы вооруженные группы под руководством оставных военных солдаты оцепления многие офицеры сочувствовали жителям обе стороны воздержались от начала боевых действий которые могли взорвать ситуацию в городе и на флоте 3 июня военный губернатор столыпин усилил караулы на улицах и охрану губернаторского дома эти меры возмутили севастопольцев которые толпами двинулись к дому губернатора и адмиралтейству губернатор был убит толпой к восставшим присоединились матросы часть восставших пошла на снятие карантинного оцепления на корабельной слободе солдаты атаковавшие с двух сторон присоединились к восставшим 22 часам город был в руках восставших полиция бежала из города гарнизон отказался подавлять бунт толпа избивала чумных чиновников и офицеров требуя от них расписки что чумы в городе нет громила их дома и квартиры тем временем власти стянули городу части 12 дивизии генерала тимофеева которые вошли в город 7 июня следственной комиссии под руководством генерал-губернатора новороссии бессарабии mc м с воронцова рассмотрела дела около 6000 людей были казнены 7 человек возглавлявших восстание около 1000 горожан и матросов отправлены на каторжные работы около 4200 штатских были депортированы другие города офицеры получили дисциплинарное наказание ну как вам дорогие друзья теперь вот эту ситуацию которая происходила в севастополе если растянуть на всю российскую федерацию масштабировать скажем так то действительно похоже на то о чем говорит михаил делягин интересно да подумайте об этом сделайте выводы и хорошо было бы чтобы об этом узнал также михаил делягин у кого есть возможность то есть ним в переписке попробуйте ему отправить этот материал поскольку я сомневаюсь что меня смотрит но как раз в госдуме будет происходить обсуждение по поводу введения вот этих вот новых мероприятий у нас до июня 22 года мне кажется депутатам было бы полезно прежде чем принимать какое-то решение ознакомиться с этим отрывком из книги севастопольская страда с н сергеева ценского все новое это хорошо забытое старое я думаю если мы еще на сто лет глубже копнем если остались какие-то еще документами документальные свидетельства то мы обнаружим что-то подобное я помню несколько лет назад материал о каком-то российском историке который как раз выявил такую закономерность что многие процессы в россии повторяются с периодичностью в сто лет ну вот здесь подтверждение вот теории на лицо и мы наша задача сделать выводы из истории чтобы научиться на своих ошибках на этом у меня все спасибо за просмотр всем пока